МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Вы наверняка обращали внимание, как много новых исполнителей появляется на нашей эстраде чуть ли не каждый день. А какие массы соотечественников по всей стране приходят на кастинги различных телешоу, ищущих таланты? И все они мечтают пробиться в звезды. Но многим ли это удается? И какую роль в этом играют многочисленные музыкальные телепроекты? Хочу стать звездой. Тема нашей сегодняшней программы. И я приглашаю в студию первую пару гостей. Популярная певица, профессор Академии искусств имени Жургенова Толхинзабирова и композитор Александр Шевченко. Здравствуйте! Мы попросили прохожих назвать трех самых популярных артистов нашей эстрады. И вот какой ответ получили. Внимание на экран. Роза Багланова, Махпал Женусова и Роза Рымбаева. Роза Рымбаева из тех, кого помню. Роза Багланова, Махпал Женусова и Роза Рымбаева. Как ты объяснишь результаты этого опроса? Ведь столько много новых, красивых лиц появляется чуть ли не ежедневно на нашей эстраде. Ты сама следишь за этим процессом, за появлением новых имен на экране? Ну, видимо, не так много интересных и красивых лиц появляется на экране, если до сих пор все помнят Розу Рымбаеву. Причем, обратите внимание, говорит достаточно молодое поколение. Кстати говоря, это очень радует, что первенство все-таки у нашей народной артистки... За классикой, да? Да, это все-таки уже лицо Казахстана. Это, скажем, такая пока не превзойденная ни одним артистом певица на нашей казахстанской эстраде. А то, что появляется на сегодняшний день очень много эстрадных, я бы сказала, даже не певцов, а исполнителей, я почему их так называю, потому что очень... ведь многие из них не прошли самые обычные, самые простые азы образования. Поэтому для меня, например, как для профессиональной исполнительницы, это очень... представляется такой достаточно печальной картиной. И, к сожалению, эта картина на сегодняшний день немножко, даже не немножко, а очень даже множко нивелирует вот это вот расстояние между профессиональным певцом и исполнителем, пришедшим с улицы. Но если мы, естественно, каждый день будем одно и то же им давать, и, к сожалению, времена, когда решают все деньги, и ты за деньги можешь стать звездой, записать клип, записать абы-кабы на студии песню, а потом это все звукорежиссеры сидят, чистят. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы все-таки, если нет такой официальной цензуры, но чтобы хотя бы у людей у самих элементарная была внутренняя цензура. Саша, вот действительно, сегодня очень много людей на эстраде, которые не поют, а исполняют, и которые не учились исполнительскому искусству. Можно ли отличить человека? Вот ты можешь отличить человека, который учился вокалу, например, и который не учился вокалу? И нужно ли вообще учиться сегодня, исходя из современных реалий, человека, который вышел на эстраду и хочет петь? Вот я родился и вырос как раз в переломное такое время, я успел и вот советское время немножечко захватить, и вижу современность сейчас. Многие, конечно, наши понимания, наш менталитет по отношению к артистам, к творческим людям, он уже устарел. То есть вот этот взгляд, он уже, как ты правильно сказал, он не работает. Поэтому сложно сейчас говорить, что можно, что нельзя. Сейчас все право отдали публике, то есть слушателю. То есть никаких фильтров уже невозможно поставить, ну, то есть в глобальном смысле этого слова. А публика, она может быть цензором? Она и есть сейчас цензор. В силу своего воспитания. Разве это цензура? Ну, то есть у каждого есть определенные нравы, да, то есть воспитание. То есть один человек будет смотреть клип, в котором там обнаженка, непристойные маты и нецензурная лексика, да. Вот. А другой молодой, допустим, человек может этого не делать в силу своего воспитания, которое ему дали родители. То есть здесь уже вот как-то больше, наверное... Или сил отсутствия его, да? Ну да, да, соответственно. Почему я и говорю, что это наша задача педагогов научить своих студентов быть высокопрофессиональным исполнителем, а уже их задача находить хороших поэтов, хороших композиторов, профессиональные студии, которые делают на хорошем уровне аранжировки. И самое главное, когда они выходят на сцену, у них не должны быть отсутствующие глаза, потому что если он сам пуст внутри, ему никогда не будет что сказать публике. То есть это такая очень цельная, такая крупная, настоящая, такая духовно наполненная личность, которая занимается не только музыкой, он должен знать и архитектуру, и художественное искусство, я не знаю. Он должен себя очень сильно, как сказать, информировать, что ли. Он должен быть всесторонним развитою личностью. Это должен быть ходячий интеллектуал, скажем так. Вот, Саш, ты несколько лет был членом жюри «Х-фактор Казахстан». Через твои руки прошли сотни исполнителей, наверное, тысячи тех, кто прошли, вернее, осеялись на предварительных прослушиваниях, доэфирных прослушиваниях. Скажи, пожалуйста, к какому выводу ты пришел? Почему такое массовое желание пробиться в звезды у людей сегодня? Может быть, эти люди просто не хотят работать? Ну, я думаю, тут все очень просто, потому что в головах сидит такой какой-то миф о том, что стань звездой, и ты будешь счастлив, ты будешь богат, ты будешь знаменит, и так далее, и так далее. И достаточно для этого всего лишь прийти и громче всех спеть. Наверное, поэтому такое большое количество желающих. Все верят в эту сказку. Раньше путь к большой сцене, и уж тем более на телеэкран, занимал долгие годы. Нужно было окончить музыкальную школу, потом училище или консерваторию, потом убедить разных начальников от культуры, что ты достоин выйти к людям. Сегодня оказаться в эфире ведущих телеканалов может практически любой человек. С улицы. Хорошо это или плохо? Об этом мы поговорим с нашими следующими гостями. Встречайте. Режиссер многих музыкальных перешоу Лев Мариупольский и один из самых успешных продюсеров Эрик Тестенбек. Мы спросили у прохожих, мечтали ли они стать звездами эстрады. Давайте посмотрим, что нам ответили. Да не особо. Появится еще какой-нибудь фанат, который будет преследовать. Нет, у меня нет нужных талантов для того, чтобы стать эстрадным дзюдой. Круто было бы там вместе тоже размахиваться платьем, махать всем. Ну может быть в юности только. Сейчас давно об этом не думал. Нет, не думаю. Не в Казахстане. Странная звезда? Нет. Я хотела танцевать на самом деле. Нет. Хочу? Не хочу. Хочу тихую, спокойную жизнь. Ну вот такой большой спектр мнений у нас получился. Кто-то понимает, что жизнь артиста весьма неспокойна, а кто-то считает, что это легко и просто. Нужно только уметь платьями махать. И именно таких людей в большом количестве довелось снимать тележиссеру Льву Мариупольскому. Лев, скажи, пожалуйста, вот за свою творческую долгую жизнь ты снял очень большое количество шоу-программ. Как ты относишься к людям, которые не имеют ни слуха, ни голоса, ни адекватного восприятия себя как личности и своей внешности? Вообще говоря, ну как бы граница между талант-шоу и психбольницей, она очень условная, да, надо понимать. И те люди, которые появляются... Запомните эти слова, дорогие друзья. Я очень часто повторяю эту фразу. Это говорит опытный профессионал, который снимает сам шоу. Конечно. И надо понимать, что самое главное, что интересует зрителя сейчас, это, ну, если совсем сейчас, да, то это хайпы. Когда внезапно возникающие вот эти вспышки популярности или на пустом месте, или почти на пустом месте. Что касается талант-шоу, там требуются яркие участники. В смысле, я вот пришел сюда, я специально надел эту футболку, я вообще обычно не ношу лиловый цвет, но надо быть ярким, как и в этом шоу всем. И очень видно, кто работает в кадре, а кто нет. Мы вот одеты ярко и привлекательно. Эрик очень редко появляется в кадре, ему и не надо. Он одет обычно в кэжуал свой, и это тоже логично. Соответственно, человек, который выходит на сцену, он в первую очередь привлекает внимание своей яркостью. Это может быть одежда, поведение, какая-то внешность, исполнение и так далее, да. Точно так же минимальные психические отклонения приветствуются, потому что это необычно, да. Мы в рамках норматива. Я сейчас говорю не про... Я понял, не про больных, да. Не про перверсии, а про девиации, да. Да, про... Хорошо. Ну, чтобы было понятно. И это на самом деле создает, ну, какой-то огонек, как бы, да, который привлекает внимание аудитории и судей, да, которые дальше делают выводы. Можно что-то из этого извлечь дальше или нет. Как с точки зрения телевидения, так и с точки зрения, ну, музыкального какого-то искусства. Вторая часть, это то, что здесь, наверное, уже обсуждалось. Талант-шоу являются сейчас социальными лифтами, по большому счету, в эстраду, потому что простой парень с улицы, вот так, простой парень с улицы, простой парень с улицы, не может, как говорит коллега, записать хорошую фонограмму в студии, снять клип. У него нет денег просто на это. Но у него есть некий потенциал. И талант-шоу дает ему возможность взлететь. Ты говоришь сейчас, как продюсер телешоу различных. А я хочу спросить тебя, как человека, тебе больше кто нравится на этих музыкальных телешоу? Люди с хорошо поставленными голосами, действительно талантливые, или чудаки, которые могут развеселить толпу и чем-то ее покорить, вот, ну, шокировать? Слушай, ну, картошка или капуста, тебе что больше нравится? Это разные вещи. Нет, вот тебе что больше нравится? Еще раз, это разные вещи, их нельзя сравнивать. Они одинаково хороши, и когда они хорошо перемешаны, их интересно. Одинаково хороши именно в шоу, которое посвящено именно исполнительскому таланту песенному? Нет. Я про это говорю. Вот, смотрите, здесь надо понимать, что мы еще рассказываем историю участника. Там на самом участнике концентрируется очень много внимания. И это шоу о людях, а не о том, как они поют. Просто конкурс эстрадных исполнителей – это одна часть. Телевизионное реалити-шоу – это немножко другое. Ну, не надо путать, как бы, да? Вот. И если мы говорим про чистое исполнение, то, конечно, жас-канат – это отличное место для того, чтобы проявить себя как певцу, как музыканту. И это, ну, в смысле, самое оно. Но если, ну, как сказать, Джексон не имел бы шансов на жас-канате, да? Ну, в смысле, он вообще плохо поет. Он не очень хорошо это делает, да? Он это делает харизматично, он это делает интересно и ярко. И обладает, как говорят наши британские коллеги, х-фактором, да? Фактором х, который мы не можем объяснить, мы не можем предсказать. Но он абсолютная звезда. И как он это делает, нам непонятно. Вот для таких существует талант-шоу. Джексон пел гораздо лучше, чем многие жас-канаты. Гораздо лучше. У меня вопрос к нашей аудитории. Это очень сильно. Дорогие друзья, часто случается так, что на песенных конкурсах побеждают не профессиональные певцы, а люди совершенно других профессий. Вот как вы к этому относитесь? Это нормально? Здравствуйте, меня зовут Николай. Ну, я сам принимал участие на «Х-факторе» и в других тоже шоу. Например, «Хочу Меладзе» пробовался, да, там, в Москву ездил. И у меня сложилось такое мнение, что эти шоу работают по сценарию, заранее прописанным. И то есть там люди, которые приходят с голосами, чтобы пробиться, они могут просто не попасть в эфир, потому что их поставят в 24 часа, когда все судьи уже уйдут, разойдутся, устанут снимать съемки. И то есть от того Африка, который может выйти в виде банана. Его поставят первого, чтобы рассмешить народ. Вопрос к Эрику Тастинбекову. Эрик, скажи, пожалуйста, ты вывел в люди, ну, на орбиту очень многих звезд. Группа 101, Айкын, Макбала Сабекова. Скажи, ты можешь из любого человека сделать звезду? Ну, нет, конечно, я же не волшебник. Я же не могу человека заставить хорошо петь, иметь хороший слух. То есть это природные данные. Но ведь было такое явление, как, например, Влад Сташевский, который совершенно, вот, которому на все уши наступил медведь, а он, тем не менее, стал звездой. А он петь не умел абсолютно. Ну, возможно, но я с такими людьми работать не буду, не стал бы и никогда не буду в будущем даже. Потому что мне важно в человеке, во-первых, наличие таланта, то есть вокал, отношение самого, человечность сама. То есть вот те факторы, которые заставляют меня работать с тем или иным исполнителем. А как долго надо работать над человеком, у которого, ну, есть достаточное количество таланта, харизмы? Сколько времени требуется, чтобы вывести его от личности неизвестной до уровня? Все зависит от уровня его таланта и харизмы. Если он прям суперталантливый, это занимает короткое время. Там достаточно пару хитов, выпущенных там в эфиры. Например, финалист хорошего талант-шоу. Как Айкен, Ильюб. Ну, да. Сегодня ты пришел не один. Ты пришел со своим новым проектом, как это принято выражаться в продюсерской среде, с молодым исполнителем Сериком Гамзадзаде. Расскажи подробнее об этом парне. Чем он тебя зацепил и как скоро он станет звездой? И станет ли вообще? Ну, я его увидел на проекте телеканала «Хабар» Жан-де-Даос. Этот проект был в 2015 году, снимался там 2-3 месяца. Я ездил на все съемки, я следил. Мне он понравился всех. Я ездил, следил просто за его выступлениями. И чем дальше я наблюдал его, то есть мне он как-то прям начал цеплять. И по окончанию проекта я как бы решил работать с ним. И, несомненно, это очень... Он, во-первых, молод, талантливый такой, вокал шикарный. Ему всего 20, и я думаю, что 3, максимум 5 лет он будет здесь просто номер один. Ну, я всегда ставлю такие планки. Теперь спросим у самого Серика. Серик у нас сегодня в студии, Серик Гамзадзаде. Скажи, пожалуйста, с какими надеждами, с какими мыслями ты шел на вот этот проект под названием «Жан-де-Даос»? И оправдались ли твои ожидания? Ну, я твердо могу сказать, что оправдались. С надеждами я шел, что стану звездой. Потому что с детства я хотел петь и пел. И мои надежды, я думаю, оправдались. Лес, скажи, пожалуйста, ну, ты тоже видел очень многих исполнителей, так как снимал очень много различных песенных, музыкальных шоу. Были ли среди них такие, про кого, ну, никак не скажешь, что он станет звездой, а он стал звездой? Это Ахан Нутеншиев. Этот человек, который был в последнем сезоне «Х-фактора», он пел песню про птицу счастья завтрашнего дня, чем совершенно, ну, как бы завел аудиторию, хотя, ну, не вокальными данными, ну, не стройностью тела он вообще никак не выделялся. Вот. Но это как раз к вопросу о том, что делает человека популярным. Его харизма какая-то невероятная, его вот эта, ну, какая-то позитивная энергия, радость, которая от него исходит, как бы, да, она подняла зал, Ева вышла танцевать с ним на сцену, и я этого парня снимал на одном из фестивалей в Астане, который уже работает на сцене, у него примерно это же амплуа, он веселит народ, как бы, да, своими песнями, его приветствует абсолютно тепло, радостно и так далее. Вокал это не главное на сцене сегодня, да? Да, и к счастью, и к сожалению. Я вижу, да, ухмелку-то. Да-да, Толкин, понятное дело, она представитель чистого искусства. Как Голубогой сейчас обидел Толкин Забирова? Нет, совсем нет. Нет, вообще, вот с такой категорической постановкой я вообще не согласна, потому что если мы говорим о личности в целом, то это не должно быть только шоу. То есть вот эта постановка, вот эти перья, вот этот вот антураж. Нет, вот он вообще один, он один выходит на сцену и поет песенку. Умение, харизма, это хорошо, но если мы говорим о том, что человек поет, значит, он все-таки должен петь. Вот вы сейчас говорите, что он чуть лучше поет меня, но это не показатель, он не имеет права выходить на сцену, я так считаю. В человеке должно быть все прекрасно. Лицо, одежда, душа и мысли, помню эту цитату. Поэтому если человек выходит на сцену, причем это песенный, скажем, жанр, будьте любезны, позанимайтесь, получите какие-то азы вокала. Поэтому хорошо, когда ты можешь и с публикой играть, когда ты его можешь энергетически завести, и если ты еще и владеешь вокалом, так вот тогда получается цельный. Хорошо, можно вернемся к цитате? И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Вопрос номер один, а судьи кто? Ну, в смысле оценивает публика или оценивает специалист? Сам человек, и вот та, наверное, организационная группа, которая ставит определенные критерии, которая знает конкретные, ставит задачи и цели, мы все время говорим об искусстве, вот лично я, как о какой-то такой, знаете, воспитательной составляющей. Почему вы так про это говорите? Потому что что-то должно воспитывать публику. Подождите, мир меняется. А искусство прежде всего. Договорились. Можно вопрос? Не зря говорят, что искусство спасет мир. У вас есть Инстаграм? Конечно. Вы туда делаете снимки и видео? Очень пассивный я вообще посетитель Инстаграм. Вы когда-нибудь учились делать снимки или снимать видео? Вы имеете право вообще выкладывать видео в интернет? Но это же не конкурс. Инстаграм это не конкурс. Мы сейчас перешли вообще в другую. Инстаграм это не конкурс. Вы должны выходить на сцену, то есть публиковать свое произведение. И это тот же вопрос. Почему тут публиковать свое произведение, если ты участник данного шоу? Без шоу, просто вот концерт. Хорошо, концерт. Этот концерт не он организует. Понятно, когда я сама делаю... Но публика его любит. Публика его... Нет, давайте, знаете, как будем говорить. Давайте. Вот если раньше, допустим, было одно средство массовой информации, телевидение плюс газета, да? Верно. Сейчас мы через вот этот вот бесконечный вот этот вот поток интернетовский, мы получаем такой музыкальный хлам, и вот эта вот молодая публика, которая сидит, она не может понять, на чем она должна воспитываться. Согласен. Я хочу поддержать, поддержать льва, может быть, потому что мы режиссеры. Вопрос об изменении мира, он колоссален. Я стопроцентно на вашей стороне, Тулкен, я знаю, почему сердце болит, да? У меня бабушка оперная певица, она туда пришла не по образованию, а пришла по конкурсу, вот через X-factor. Нет, 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 но тут вопрос, время поменялось чем? Вот эти лифты, лифты, они стали возможны, ребят, вайнеры, не дай бог запоют вайнеры, не дай бог. Вайнер может вышибить из-под Кайрата Нуртаса весь рынок этот Экву. Вот сейчас готовится новый проект у Эрика, да, а три вайнера могут сбить так, что этот Эрик потом скажет, ребят, 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 а можно нам этот Экву, мы хотя бы на подпевках, да, можно разогревать мы будем? Арман, я все прекрасно понимаю, о чем вы говорите, но это же печально, это же печально, куда мы хотимся? Ребят, появился сотовый телефон, появились у всех компьютеры, появился скоростной интернет, мы должны забыть о старой системе. Массовая культура, массовая культура делает вызовы такие, они должны прийти к вам и просить этого, вы должны туда выйти и там надо на их правилах биться. Другого нету. Мы продолжаем. В числе тех, кому посчастливилось не затеряться в потоке претендентов на телепобеду и наши следующие гости. Встречаем их аплодисменты. Это финалисты проекта Superstar KZ Динара Султан и Айфын Тулебберген. Ребята, здравствуйте. Вы не победили тогда в том конкурсе, но тем не менее не опустили руки и пошли дальше и стали популярными исполнителями. Скажите, пожалуйста, что вам дал тот конкурс? Я бы хотел чуть-чуть добавить, потом уже продолжить. Про то, что там вайнеры запоют или, допустим, эффект Сулебека, я считаю, что все равно это все временно. Сулебек тоже, когда появился, идет Сулебек и какой-нибудь артист известный. Все с Сулебеком фотоются, но это все временно. Если там внутри нет потенциала, если в итоге нет профессионализма, если в итоге нет вокала, голоса, это максимум год-два. То, что просто что-то новое. А победит на сцене останется в течение 10, 20, 30 лет. 30 лет, по-любому, артист, который профессионально более развит, который умеет выбирать песни, который там... Это огромный труд. Это не так, чтобы прийти, что-то показать, все, ты популярный, и ты ходишь на лару. Это надо каждый день работать. Чем это плебейски выглядит и звучит, тем это ближе народу. Потому что народу не нужно вот этих вот симфоний, как оказалось, не нужно этих опер, балетов, каких-то больших монументальных постановок. Но так было не всегда толкаем. Так было не всегда. К сожалению. Но, слава Богу, что есть такая маленькая толика в процентном соотношении, и очень мало интеллигенции, которая все-таки еще питается этим искусством. И вот я, например, всегда радуюсь за то, чтобы молодежь воспитывать вот в этом же направлении. Все понятно. Вайнеры, блогеры, инстаграм, это все понятно. Сейчас вот мы внедрились, мы открыли эти двери в Европу. Мы очень сильно аккумулировались, мы очень сильно ассимилировались с этой новой какой-то подачей популяризации. Но, тем не менее, тем не менее, мы не должны забывать о своих корнях, мы не должны забывать о том, что есть настоящее, прекрасное, вечное. Вот Динара Султана, например. Я помню, это не просто девочка, которая выступила, ничего не завоевала, но, тем не менее, она стала звездой. Извините, это девочка с шикарным вокалом. Это девочка, которая закончила Академию искусственной Тимирбека Жургенова у нашего профессора, народного артиста Лаки Кисоглу. Это очень хороший всегда был уровень, я ее из года в год видела, как она росла. Есть студенты? Да. Которые приходят, вот на каком уровне они пришли, на том уровне они остались. Но такие студенты, как Динара Султан, это все время что-то новое, это все время что-то интересное, развитие. И вот на таких исполнителях, я считаю, должны как-то ориентироваться. У нас должны быть ориентиры. Динара Айкен, скажите, пожалуйста, ну мы сегодня много говорили о различных телешоу песенных, да, это основная площадка современная для старта многих исполнителей, многих звезд. Что нужно для того, чтобы победить в телепроекте песенном? Нужно быть талантливым или нужно, прежде всего, понравиться жюри? Я обучилась в колледже эстрадном, эстрадном цирковом колледже у Лаки Кисоглу, потом поступила в академию. И вот на первом курсе я решила вот пойти на суперстар Киезет. Почему-то я пропустила первый, второй суперстар и решилась вот на третий суперстар пойти и прошла. Но при этом я училась все время, и я думаю, что чтобы участвовать на таких проектах, надо, конечно, в первую очередь иметь голос, слух, ритм, а остальное это придет с опытом. Все-таки нужно образование какое-то, да? Образование, конечно, надо какую-то малую, да, вокалом заниматься или какую-то малую академию закончить, среднюю школу, какую-то вокальную. Очень банальную вещь скажу, чтобы победить в таком проекте, нужно нравиться зрителю. Это первое, что нужно. Да, конечно. Остальное все... Но от того, что ты победишь, это не факт, что ты станешь победителем. Конечно, да. Как показывает опыт, да? Как показывает опыт, да? Не обязательно стать победой. Многих проектов. Да, я об этом жду, да. Саша, насчет Дарьи Габдул и Евгении Барышевой, которые ты привел к победе, скажи, пожалуйста, почему после победы в этом конкурсе нигде больше они не засветились, нигде не выступали? И почему другие исполнители, которые победили в этом конкурсе, тоже нигде сейчас не видны? Никто о них не знает, никто о них ничего не слышал. Почему? Если сказать конкретно про Барышеву и про Габдул, я думаю, там просто проблема в том, что они женщины. А все-таки им нужен был мужчина-продюсер просто на тот момент. Они должны были прийти или познакомиться, или... Мужчина-продюсер. Ну, может, через перес. Неважно, на самом деле, через какой знак припинания. Это их личные проблемы, то есть именно менеджерского характера. То есть они не нашли нужного человека. То есть у них был взлет, была вспышка, и эту вспышку нужно было просто использовать для того, чтобы идти дальше. Ни одна, ни другая ко мне после проекта не подошли и не сказали, Саша, давайте, вот вы так хорошо нас довели до первого места, может, вы и дальше поработаете с нами. Вот и все. Он, Рады Бальзак, говорил, слава, товар невыгодный, стоит дорого, сохраняется плохо. А каков срок хранения этого товара? Как долго помнят артиста после того, как он исчезает из поля зрения зрителя? Это вопрос ко всем гостям нашей студии. Что касается победы в конкурсе, для меня, например, было удивительно, да, что в Казахстане выиграл «Х-фактор», по-моему, Андрей Тихонов. Правильно я говорю, да? Да. Вот, и казалось, что после этого будут какие-то клипы, там, работа с продюсером, ведь, по-моему, награда в этом конкурсе является дальнейшее сопровождение продюсера этого человека, да, то есть какая-то его поддержка. Правильно мыслите. Вот, но я знаю, что он играет в группе «Айскрим», он прекрасный вокалист, я там вижу его в клубах, слышать приятно, да, их группу. А вот большой выход на ТВ, где-то, да, на эстраду, там, ну, может быть, на уровень СНГ почему-то такого не происходит. Талант-шоу в Казахстане, вообще говоря, ну, обременено некоторым проклятием, да, вот прям проклятием самым настоящим. Потому что в первом сезоне «Суперстар Кейзет» наградой победителю являлся диск, пластинка, записанная в результате разных перипетий, которые возникли между каналом производящей компании, обслуживающей компании, ну, да, там огромное количество разных сторон было задействовано, пластинка выпущена не было. И конкурс, который должен был стать трамплином в будущее, который должен был быть сбычей мечты, да, ну, вот не знаю, как по-русски это по-другому сказать, должен сбыть чью-то мечту, да, вот, вот она моя пластинка, вот моя... Воплотить жизнь, да. Да, к сожалению, это не было исполнено, и в итоге, со второго сезона начиная, все это превратилось в викторину, ну, в игру, как бы, да, телевизионную. Надо прийти и либо победить, либо не победить, но это перестало быть мечтой. Ну, мне кажется, просто надо было создать в жюри тех людей, которые будут вести, продюсеров, да, которые для себя уже будут подбирать и вести дальше, тогда бы этот конкурс был реально для людей, поющих, для молодежи, был бы просто одеждой. Она от новой сцены, да, Эрик? Да. Комал от новой сцены. Давайте так, это лицензия, за которой очень строго следят, как бы, да, там не то, чтобы много есть шагов направо и налево, как вам казалось бы. Нет, самое главное, все вот эти вот ваши музыкальные проекты, да, лин. Да, это должно было стать, но, к сожалению, второй сезон и третий делал не я уже. Понятно, ну, выбирают, ну, когда выбирают жюри, надо было тогда садить сразу тех, кто будет для себя подбирать и вести дальше. Абсолютно согласен. Во втором, допустим, Кайрат Кулебаев сидел, он взял, взял перцы, а, в третьем. Вот это было правильное решение. Здесь как раз нет вопросов, да, понимаешь, там так и случилось, потому что эта договоренность могла быть заключена. То есть, получается, есть начало, есть организационная часть, есть люди, которые пришли, принимают участие, там такой батл, они там все готовятся, волнуются между собой, да, готовят программу, работают. А дальше выхода нет, ну и закончился проект. Ну, потому что я говорю, что в жюри надо было садить. А вот теперь у меня вопрос, а если их дальше не готовить, в смысле, вот они все прошли, вот это вот, весь этот тяжелый путь, ну, выиграл он. Вы говорили легкие. Для кого? Для какой публики? Кому он нужен? Кто судит, кто его слушает? Кто, где его рынок? Где он должен теперь, как говорится, все, чему он научился, сбывать и получать, грубо говоря? Мне кажется, да, просто легче относиться к этим конкурсам. Мы просто туда, люди приходят, думают, что они станут здесь. Это просто такой же конкурс, как Жас Панат, где ты пройдешь, выиграл, не выиграл, как бы дальше. Очень большая ступень дальше. Тебя узнали, если ты дальше найдешь кого-нибудь? Давайте послушаем зал. У нас есть реплики из зала, давайте все-таки дадим слово нашим гостям. Вы просто немножко путаете, он может стать звездой, это шанс. Да, может и не станет. Но не станет. Пожалуйста. Я полностью согласен со Львом, Лев. Спасибо большое за вашу информацию, потому что она полностью соответствует действительности, я считаю. Но моя душа находится с толкан. Потому что я считаю, что если модельер будет все время спрашивать, что носить, люди будут ходить в джинсах все время. Мы так никогда не достигнем ничего. Конечно, должно быть образование, люди должны расти, культуру нужно воспитывать. Потому что мы работаем в сфере культуры, а культура должна двигаться. А что касаемо вашего вопроса в данный момент, сколько слава держится, я считаю, что слава понятие такое. Субстанция нестабильная совершенно. От любви до ненависти своих слушателей, от стольчика буквально. И потерять славу очень легко. Я говорю так, потому что я очень давно шел в бизнесе, видал и нулевые, и в данный момент. И сейчас сегмент рынка настолько широкий, настолько большой. И глобализация буквально захлестнула шоу-бизнес. И могу сказать, что мне это нравится на самом деле. Лично мое субъективное мнение, мне это нравится. Потому что выигрывает от этого потребитель во всем. Потому что сейчас музыки достаточно много. Любой. Есть вот ту музыку, которую не предлагает нам казахстанский исполнитель. Любой слушатель может найти ее зарубежную. Поэтому обязательно считаю, что наши артисты должны идти в ногу со временем и давать максимально много музыки. То есть выигрывает всегда только слушатели в этом. Спасибо. Друзья мои, пришло время нашего традиционного голосования. Я прошу аудиторию и наших уважаемых экспертов сделать выбор. Если вы считаете, что телевизионные шоу талантов действительно находят ярких исполнителей и помогают их становлению, тогда отправляйтесь направо. А если же вам кажется, что это все делается в первую очередь для развлечения зрителей, и практической пользы от этого шоу нет, пожалуйста, займите места слева от меня. Я могу лечь посередине? Мне кажется, это будет самая гармоничная часть. Договорились. Человек фиолетовым, ложись. Я вижу. Это похоже на забастовку отеля. Продисера. Лев, мой упорский лег в зоне золотой середины, и очень много людей оказалось тоже в зоне золотой середины, которые не придерживаются ни первого, ни второго пункта нашей дилеммы. Но, тем не менее, все-таки большинство голосов свои зрители отдали тому, что телешоу – это действительно полезная вещь. Ну что ж, зрители в студии верят в позитивную миссию музыкальных телешоу и будут и впредь голосовать за своих любимцев в прямом эфире. Искренне переживать за них и поддерживать. Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Продолжение разговора о путях к звездному Олимпу на страничке ток-шоу «Золотая середина» в социальной сети Facebook. С вами был Ильяс Аутов. Всем большое спасибо за участие. А нашу программу завершает певец, в которого поверил продюсер Эрик Тастинбеков, Серик Гамза-Заде. Пожелаем ему удачи. Пожелаем ему удачи. Пожелаем ему удачи. Пожелаем ему удачи.